Друзья, всем большой привет! И в сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами макияжем, который я увидела в инстаграме. И этот макияж в красных оттенках. Мы все знаем, что красный оттенок достаточно опасный, особенно для голубых глаз. И я крайне редко использую его в своих макияжах, поскольку такой оттенок может просто подчеркнуть усталость ваших глаз. Если у вас и без того уставшие и слегка покрасневшие глаза, то такой оттенок может придать вам такой, знаете, больной вид. И поэтому красные оттенки всегда нужно использовать с осторожностью. К карим глазам же, на мой взгляд, идут практически все оттенки, потому что это такой насыщенный темный цвет, который выдерживает очень много разных оттенков. Так вот, я увидела макияж в красных оттенках, я вам покажу сейчас даже видео. И ссылочку на это видео оставлю вам под своим, чтобы вы могли зайти туда и посмотреть, что я имела в виду, о чем я говорю. И это видео визажиста Анны Дюрягиной. В общем, вот так вот выглядит сейчас это видео. И затем она использовала палетку в красных оттенках. У меня этой палетки нет, но я постараюсь сегодня подобрать очень похожие, в общем, оттеночки. Мне безумно понравился этот макияж. Как это выглядело в конце, это просто нереально, поэтому я хочу повторить это. Смотрите, как красиво это все смотрится. Я, когда посмотрела на этот макияж, я просто влюбилась в него. Вот такой вот глазик красивый получается. Мне кажется, камера отдает это немножко в рыжину. Но здесь были использованы красные и золотые также оттенки. Поэтому давайте же сегодня приступим. И я люблю эксперименты. И мне хотелось также вам показать, что вообще-то не нужно бояться таких оттенков, если правильно их наносить. Также правильно сочетать, потому что здесь были также использованы золотой оттенок. И мне кажется, такой темно-коричневый. Просто чтобы сделать эту дымку, потому что это получились просто красные смоки, так сказать. Что ж, давайте с вами начнем. Сегодня я буду начинать с бровей, затем буду красить глаза и уже в конце буду наносить тональную основу. Свои брови я оформляю помадкой Anastasia Beverly Hills в оттенке Taupe. Это мой старый добрый фаворит. И я все время возвращаюсь обратно к этой помадке, потому что она мне очень нравится. И сегодня я буду по большей части использовать продукты, которые я показываю в своем видео с фаворитами за октябрь. Я вам покажу сейчас несколько новинок. Я говорила вам о них в своем видео, но в действии вы их еще не видели. Поэтому мне хочется сегодня их использовать и показать вам, как они работают на лице, на моей коже. Это у меня, кстати, тоже кисточка Anastasia Beverly Hills. Она вот такая вот скошенная на кончике и с другой стороны у нее щеточка, чтобы прочесывать брови. И она имеет номер 7B. Я просто обожаю эту кисть. Использую ее всегда, когда наношу какой-нибудь такой вот помадообразный продукт на свои брови, потому что она нереально тонкая. Она очень аккуратная и ей можно аккуратно нанести продукт, тем более, если вы делаете, например, такие вот штришки. То есть просто так подчеркнуть бровки тоже получается этой кисточкой очень классно. В качестве базы под тени у меня Soft Ochre. Здесь остается все без изменений. Моя любимейшая база. И я не устану повторять, что я всегда нуждаюсь в базе для теней. Потому что через некоторое время мои тени начинают просто ужасно скатываться в складки века, если я не использую какую-то базу. Плюс она имеет такой нейтральный оттенок, она сглаживает тон века, скрывает какие-то капиллярчики, какие-то венки, которые близко расположены к коже. В целом, затем можно использовать как раз такие яркие оттенки. Потому что если вы будете использовать что-то в красных оттенках и у вас будут просвечивать ваши красные венки или такая синева немножко, то вид будет портиться, как бы теряться и не будет такого эффекта, которого мы добиваемся вообще-то. Сегодня у меня будет премьера, потому что я хочу нанести на подвижное веко жидкую красную помаду матовую. Для того, чтобы создать подложку для последующих оттенков. Если ваши оттенки, которые вы будете использовать, не слишком пигментированы или их отдача цвета не такая яркая, то лучше всего использовать какую-нибудь подложку для теней. Я почему-то не нашла каких-то красных кремовых теней. Представляете? Не нашлось. Поэтому я решила прибегнуть к такому трюку. Его я тоже уже видела много раз у разных визажистов. Они используют как раз помаду для того, чтобы затем поверх использовать какие-то оттенки. Или же они могут рисовать этой помадой даже какие-то стрелочки. В общем, я надеюсь, что сейчас у нас все получится. Буду наносить немного. И растушевывать, конечно же. Скорее, скорее. Вау. Пигментация, конечно же, нереальная. Это у меня, кстати, мак в оттенке Feels So Grand. И я люблю эту помаду, кстати. Очень-очень красивый, насыщенный красный оттеночек. Я растушевываю этот оттенок в дымку. Но затем мы будем все равно использовать, конечно же, еще переходные оттенки. Я сейчас возьму палетку Urban Decay Full Spectrum. Вот так вот она выглядит. И хочу взять оттенок. Вот этот вот оттеночек хочу я взять. Нет, мне не нравится. Я решила использовать еще другой оттенок, потому что, мне кажется, тот не совсем как-то походит. Мне так кажется. Я взяла палетку Nars. Вот так она выглядит. Палетка под названием Wanted. И здесь вот такие вот замечательные просто оттенки. И я хочу использовать для начала вот этот вот оттеночек. Также попробую нанести его на все подвижное веко. А в плане растушевки я возьму вот этот оттеночек и хочу им растушевывать края. Вот так мне нравится уже больше. Этот же оттенок я сейчас нанесу на свое нижнее веко. Я не умею работать как визажисты, когда у них такое ощущение складывается, что ничего не осыпается. Поэтому я вначале крашу свои глаза, особенно если я работаю с такими опасными оттеночками. Иначе все это у меня окажется затем на моей тональной основе. А этого мы хотим, конечно же, избежать. Также в этом макияже в уголок и в складке века был еще использован такой оттенок. Он вроде бы красный и отдает немножко в коричневую сторону. И поэтому я решила взять еще оттеночек из палетки Anastasia Beverly Hills Red Ochre. И его я нанесу только лишь вот сюда. Как бы затемню свою треть века и чуть-чуть задам его в складочку. Вау! Мне кажется, вышло довольно неплохо. Ты сам себя не похвалишь, как говорится. Затем на серединку века подвижного был нанесен золотистый оттеночек. Сейчас я буду использовать оттенок от Bobby Brown. По-моему, там тоже был использован оттенок Bobby Brown. Но мне кажется, чуть больше в бронзоватых оттенках. И у меня это Melting Point. Я подумала, ничего страшного, что он будет слегка отличаться от того оттенка, что был в видео. Я надеюсь, что у нас получится примерно что-то похожее. И, кстати, об этом оттенке вы меня постоянно спрашиваете. Если я использую его в каком-то моем дневном даже макияже, потому что он нереально красивый, вы всегда спрашиваете, что у меня на глазах. Как всегда, весь список продуктов, все средства, которые я использую в своем макияже, я всегда оставляю под видео с ссылками, если они у меня имеются, если я нахожу. Слегка скрадывая так вот эту красноту, этот оттенок, мне нравится, как это смотрится. Я тоже нанесу его просто на серединку. А теперь самое главное, чтобы глаза не выглядели такими просто красными пятнами, был использован черный карандаш и черная подводка. Таким способом мы придаем вот этот вот вид смолки. Потому что если я оставлю непрокрашенную свою водную линию, также верхнюю водную линию, то это будет выглядеть довольно странно. Поэтому мы сейчас обращаемся вначале к гелевой подводке. У меня это гелевая подводка от Be Special 01 Deep Black. Это очень классная подводка. Она настолько черная, ей так удобно рисовать стрелочки. Стрелочки постараюсь нарисовать не толстыми, так же, как и в видео. Просто такую тоненькую стрелочку. Надеюсь, что у меня это получится. А то, как начинаешь рисовать, затем получается совсем не то, что хотелось бы. И стрелочки я не рисую от начала, здесь от внутреннего уголка, а примерно от серединки. На нижнюю слизистую я нанесу также черный карандаш. А теперь я возьму темно-коричневый оттенок из палетки Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance и нанесу вот этот вот на нижнее веко по ресничному краю. То есть, вот прям вплотную к этой черной подводке, так сказать, к черному карандашу, чтобы закрасить межресничное пространство и чтобы этот переход от черного к красному не был таким резким. Должна вам признаться, что мне нравится такой результат. Конечно же, очень непривычно. Сама я тоже никогда еще в жизни так не красилась, но никогда не говори никогда. Теперь я приступаю красить ресницы. Также сегодня я наклею накладные ресницы, поскольку в том макияже были, мне даже показалось, вообще полностью реснички такие ленточные были наклеены. Я же сегодня буду использовать просто половинчатые. Это у меня Essence под номером 03. Я их очень люблю, и они всегда прекрасно смотрятся в любом макияже, как мне кажется. Нижние ресницы я также накрашу, но уже в самую-самую последнюю очередь, когда у меня уже будет здесь на лице все готово, так сказать, когда я нанесу консилер и зафиксирую его, я заметила такую особенность, что у меня лучше как-то прокрашиваются ресницы, когда на них попадет, скажем, вот эта пудра, которую я наношу на область под глазами. Тушь как-то лучше держится, то есть она у меня не отпечатывается. Но сейчас я еще наклею накладные, как я уже сказала, и вернусь опять к вам. Друзья, пока я здесь красилась, я решила еще раз заглянуть в это видео, точнее на этот аккаунт, и увидела, что здесь есть видео вообще-то еще close-up, то есть такая более близкая съемка одного глаза, и здесь можно сразу увидеть и понять, какие оттенки были использованы, но я как-то немножко что-то проглядела. Но ничего, мне кажется, я все равно, в принципе, конечный результат у нас очень схож, может быть то, что оттеночки слегка различаются, но тем не менее я использовала практически одни и те же оттенки. И реснички, кстати, я уже наклеила, они еще пока подсыхают. Первым делом я наношу базу под тональную основу, это у меня NYX, опять же, уже меньше половины, по-моему, ее становится все меньше и меньше. Очень мне полюбилась эта база, советую вам ее попробовать. Она такая достаточно тянущаяся, вязкая, на нее очень хорошо приклеивается тональная основа, я бы сказала, потому что у нее есть слегка такая липкость, что помогает нам лучше нанести наш тон. Сегодня у нас будет премьера, я буду использовать фаворит своего последнего времени, и это Beauty Blender, точнее не Beauty Blender, а тональная основа Bounce от фирмы, от бренда Beauty Blender. Вот таким образом она выглядит. Я немножко такой запоздалый блогер, потому что эта тональная основа вышла еще в прошлом году, в августе. Я ее попробовала только потому, что я купила что-то в Sephora, и мне дали пробник. И когда я попробовала ее из пробничка, то мне она настолько понравилась, мне она понравилась, как она наносится, как она перекрывает какие-то недостатки, даже ярко выраженные. И тем не менее, она очень классно лежит на коже и долго держится. И затем я решила заказать ее себе в своем оттенке уже, потому что я пользовалась ей тогда, когда я была чуть более загорелой. Мой оттенок сейчас это 2.20 Neutral Olive. То есть, если у вас нейтральный оттенок кожи или немножко в оливковый потон, я посчитала, что этот оттенок лучше всего подойдет ко мне. Я его уже наносила несколько раз. И да, по сравнению с другими оттенками, потому что у меня была такая эпопея с этими оттенками, я вначале заказала один, он мне не подошел, теперь я заказала другой. Что касается их палитры оттенков, она у них недостаточно хорошо проработана. То есть, там очень много оттенков. И когда я смотрела блогеров американских, в частности, они все ругали эту палитру оттенков, потому что там действительно очень тяжело подобрать тот, который тебе подходит, особенно онлайн. И они сделали как-то очень слишком много оттенков, там, по-моему, у них 48 оттенков, что ли, каких-то. И вот ты возьми и попробуй найди твой тот оттеночек, который тебе подходит. Конечно же, если у вас возможность пойти в какой-то стационарный магазин, где продается эта тональная основа, и потестить ее там, посвочить, то вообще замечательно. Но я все же на свой слегка набитый глаз заказала тональную основу. Я рада, что она нашлась в том моем оттенке. Много очень вам наговорила теперь про эту тональную основу, но мне хотелось поделиться своим впечатлением. И смотрите, какая она интересная. Вот здесь вот у нее такая задвижка имеется, которую вы можете поворачивать. И так вы можете зафиксировать вот этот дозатор. То есть, кнопочка нажиматься не будет. Вы ее можете затем поставить в обратное положение, и ваша кнопочка нажимается. Тональную основу нужно держать под 45 градусами. И затем у вас здесь выдавливается тональная основа, и вы можете практически сразу взять бьюти-блендер, туда его макаете и начинаете наносить. Вообще, задумка очень классная. Мне действительно понравилась и достаточно удобно. Я наносила эту тональную основу всегда только пока бьюти-блендером. Я пока что не наносила ее кистью, например. Смотрите, как круто она перекрывает все мои высыпашки на лице. И, кстати, для такого макияжа очень важно иметь ровный тон кожи, потому что если у вас какие-то высыпания или покраснения, как, например, у меня на данный момент, то они будут подчеркиваться при таком макияже. Тон должен быть сделан как минимум идеально. Я просто балдею от этой тональной основы. Она мне очень понравилась. Один такой минус есть у нее. Вам нужно достаточно много продукта, чтобы ее наносить. Знаете, много продукта не в том плане, что вам нужно наслаивать, наслаивать и наслаивать, а именно вам нужно много продукта выдавить сюда, потому что какую-то часть средства бьюти-блендер проглатывает. И это мне всегда уже немножко не нравился этот факт бьюти-блендера, но зато он, конечно же, очень круто растушевывает тональную основу. Знаете, мне нравится, что у этой тональной основы вроде бы и не матовый финиш, и не глянцевый финиш, и это как-то очень классно смотрится, как мне кажется. Вот, теперь я буду использовать свой фаворит. Я его, кстати, вам показывала в своем видео с фаворитами. Это консилер Benefit. У него плотное покрытие, он достаточно суховат. Если у вас сухая кожа, то, мне кажется, он будет вам сушить кожу. Но если у вас нормальная или комбинированная или жирная кожа, то я думаю, он вам хорошо подойдет, особенно если у вас жирная кожа. Сегодня я буду использовать именно его, потому что в таком ярком макияже нужно использовать плотный консилер, чтобы перекрыть, опять же, какие-то недостатки, хорошо высветлить эту область. Я буду, кстати, его растушевывать, опять же, бьюти-блендером. И так он, кстати, гармонично ляжет, потому что бьюти-блендер, как я уже сказала, слегка проглатывает часть средства. Здесь я обратной стороной спонжа растушевываю еще раз границу, то есть, чтобы не было такого прям резкого перехода от консилера к тональной основе. Свой консилер я фиксирую пудрой, которую я вам тоже показывала в видео с фаворитами от Art Deco. Если вы хотите послушать, какая классная эта пудра, то вы можете зайти в мое видео и посмотреть. Там я все вам рассказываю, раскладываю по полочкам, что мне так в ней нравится, особенно под эту деликатную область под глазами. Сейчас я буду также использовать свой фаворит, и это кремовый бронзер от Huda Beauty. Его я тоже вам показывала. Покажу вам его сейчас в действии. Это самый светлый оттеночек, который называется Fair. И я просто по нему тащусь. Я, кстати, тоже заметила, что очень многие визажисты используют этот продукт вообще Huda. В том видео с макияжем у визажиста она использует тоже вот такой вот оттеночек. И, знаете, я сейчас буду наносить его спонжем, которым я наносила тональную основу. Мне, в принципе, тональную основу уже как-то поправлять не нужно, поэтому я захожу стороной бьюти-блендера, которым я наносила тональную основу вот сюда. Я уже зашла. И начинаю просто вот такими прихлопывающими движениями наносить этот бронзер. И это смотрится так круто и так естественно. Смотрите, видите, уже оттеночек появляется. Плюс вы наносите и сразу, можно сказать, как бы растушевываете и вбиваете его в вашу кожу. Визажист, правда, наносила ее другим способом, но меня устраивает и такое. Сегодня в своем видео я хотела вам исключительно показать макияж глаз, который мне понравился у визажиста. Ну, а все, что я наношу на свое лицо, как я это делаю, как я, например, оформляю брови, я делаю уже на свой лад, как я это делаю всегда. Меня вот просто очень покорили эти красные оттенки в макияже. Также я прохожусь здесь по нижней линии лица. В макияже присутствовали какие-то бежевые нейтральные оттенки румян, поэтому я возьму сегодня оттеночек теней... Нет, не теней. Я возьму оттеночек румян под названием Gingerly от MAC. Кстати, когда вы не знаете, какой оттенок румян вам использовать при том или ином макияже, то оттенки именно таких нейтральных тонов, природных тонов, то есть это вот что-то вот в таких вот оттеночках, всегда вас спасут в любой ситуации. Накрасили вы губы красным, вы не знаете использовать, какие румяна. Накрасили ли вы глаза красным и не знаете, какие взять румяна, так сказать. Накрасили ли вы, не знаю, синими-зелеными тенями или синие-зеленые губы у вас. Такой оттенок румян всегда спасет любую ситуацию. Что ж, остался уже хайлайтер. Хайлайтер у меня также из видеофаворитов. Я буду использовать вот этот вот оттеночек. Он не с розовинкой, а с таким шампанским подтоном, я бы сказала. Для заключительного сияния я хочу взять еще палетку от Hourglass Ambient. Вот так вот она выглядит. Я думаю, вы знаете эту палеточку. Ее я вам уже также показывала, мне кажется, еще в начале года. Я ее приобрела в феврале, мне кажется, даже. Летом я ее не сильно часто использовала, но теперь опять зимой начинаю пользоваться. Потому что летом как-то все равно быстрее потеешь, как-то начинаешь блестеть, кожа быстрее жирнится. А зимой я могу себе ее позволить. Или вот скажем, просто в прохладное время года я просто прохожу кистью вот так по всем трем оттенкам и, так сказать, полирую кожу. Это называется в визажистских рядах полировать кожу. Я наношу эту пудру просто вот так на подбородок. Я наношу ее вот так вот на щечки, на лоб. Конечно, если у вас сильно жирнится кожа, то там я бы немножко подумала. Но тем не менее, для моей комбинированной кожи это подходит, как я уже сказала сейчас. И это выглядит так круто! Даже вот сейчас на видео, я думаю, вам заметно, как кожа лоснится. Это выглядит очень красиво. А особенно это классно выглядит на фотографиях. Вы выглядите, ну вот прям, какой-то такой сияющий, богатый, холеный. Точнее, ваша кожа. Ну и сейчас на губы мы нанесем блеск, потому что в том макияже был нанесен блеск. Вначале я нанесу помаду от The Evo под названием Way Too Soon. Помада в виде карандаша, которая имеет нюдовый оттеночек, такой нейтральный. И смотрите, на губах, ну, практически незаметно. То есть, просто придается такой легкий оттенок губам. Губы сияют, или лучше сказать, просто выглядят увлажненными. И мне очень нравится использовать эту помаду, даже в таком повседневном макияже. Теперь я обращаюсь уже к блеску. Этот блеск, где я вам показывала уже? Правильно, в моем видео с фаворитами. Этот блеск у меня от MAC. У него обалденное просто сияние. Я не могу. Это полупрозрачный блеск с золотистыми, или такое розовое золото, вкраплениями. Смотрится невероятно красиво, как мне кажется, этот блеск. Даже с любым макияжем подойдет такая комбинация губ, как я считаю. Что ж, мои дорогие девочки, я надеюсь, что вам понравился мой сегодняшний образ. Я надеюсь, что вам понравился мой сегодняшний макияж, который я решила повторить за визажистом. Опять же, повторюсь, ссылка на это видео будет у меня в инфобоксе. Кому интересно, заглядывайте. А вообще, я обожаю в инстаграме следить за какими-то визажистами, за какими-то новыми идеями в макияже, какие используются продукты, в какой технике, как это потом все выглядит, на каких глазах. Кстати, я должна отметить, что девушка, на которой был накрашен, нанесен такой макияж, она примерно такого же цветотипа, как и я. То есть, у нее были русые волосы. Мне кажется, может быть, на тон потемнее, но у нее были голубые глаза, и она такая светленькая, в принципе, как я. Поэтому я подумала, почему бы мне не повторить, в принципе, такой же или похожий макияж, как у нее. Если на ней это выглядело так классно, то, я думаю, на мне не должно это выглядеть как-то хуже. Вы не поверите, я уже сейчас отсняла завершающую часть, попрощала с вами, выключила камеру, и все здесь выключила. Хорошо, что еще не умылась. Дело в том, что я забыла накрасить свои нижние ресницы, хотя вам об этом сказала, и это было у меня по плану. Но пока тут красишься дальше, разговариваешь, что-то вылетает из головы, и последний такой штрих был еще не сделан. Так вот, сейчас я накрасила свои нижние ресницы. Конечный макияж получается у нас таким образом. Надеюсь, что вам макияж этот понравился, и хотелось бы вас призвать, может быть, к тому, чтобы вы не боялись использовать на себе какие-то новые оттенки, как-то экспериментировать, пробовать что-то новенькое, потому что это действительно освежает, как мне кажется. Я обожаю пробовать что-то интересное, делать какие-то эксперименты, примерять на себя, может быть, какие-то новые образы, потому что все-таки макияж для меня является в какой-то степени терапией, как вот с самого-самого начала мне это все понравилось. Также мой интерес не утих к макияжу, мне кажется, это еще долго не случится, поэтому я рада показывать вам какие-то свои идейки, или в этом случае не свою идею, но тем не менее, то, как я это вижу, как я наношу какие-то продукты, какие, может быть, фавориты я использую, и все в таком духе. Итак, на этом у меня теперь все, мы увидимся с вами уже очень скоро в моих следующих видео, и всем большое спасибо за внимание, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok